Долгожданное продолжение, подпишись на канал, а мы начинаем. Ашина, мы твои старейшины просто обязаны присутствовать при разговоре с этим юношей. Громко убеждал Джуза. Да, Джуза прав. Мы пойдем с тобой. Поддержала своего мужа Йошида. Иногда мне кажется, что вы переоцениваете свою роль в клане. То, что я не убрал вас с этого поста, когда стал главой после кончины моего отца, еще не дает вам права командовать мной. Я буду говорить с Наруто один, и я не собираюсь больше это обсуждать. Достаточно твердо сказал Ашина. Старцы лишь смирили его внимательным взглядом, а затем развернулись и ушли. Напоследок, Джуза в полуобороте бросил одну фразу. Поступай как знаешь, но когда-то твои решения погубят клан. Ашина в ярости клацнул зубами. Мерзкие старикашки. Подумал Узукаги направился обратно в свой кабинет. Там его уже ждал Наруто, что устроился на удобном диванчике. Кабинет Узукаги почти ничем не отличался от кабинета Хакаги в его мире. Вообще, из-за похожей архитектуры и планировки зданий, у Наруто сложилось впечатление, что Киноха посмела тупо скопировать дизайн деревни с Узуши. Одно только отличие в Узуши все сделано из белого камня, а у Канохи почти все дома были деревянными. Узукаги подавил подступившую ярость и уселся за своим рабочим столом. «Ну, так о чем же вы хотели поговорить?» Спросил Наруто, приготовившись внимательно слушать лидера деревни. «У меня есть компромиссное предложение, которое должно удовлетворить обе стороны нашего спора». «Сказала Шина, смотря Наруто прямо в глаза. Я весь во внимании, но не забывайте, если мне хоть что-то не понравится, я ухожу. С пролитой кровью или без, это уже будет зависеть от вас». Сказал Наруто, а голубые глаза отражали его смелость, уверенность и бесстрашие. «Да уж, ты действительно непростой парень. Ладно, хорош размусоливать. Я предлагаю пожить тебе и твоим друзьям в Узуши. Хотя бы месяц, в качестве гостя. Если тебе здесь понравится, и ты захочешь остаться, то мы с распростертыми объятиями примем тебя в клан и зарегистрируем как жители Ишина Бюзуши. Если же нет, то мы вас отпустим, и ты никогда больше не услышишь о нас». Уверенно произнес Ашина. «Слишком уж сладкие условия. Я ожидаю какого-нибудь подвоха». Холодно ответил Наруто, а его лицо выражало явный скепсис. «Не надо искать подвох там, где его нет. Может твое мнение отличается, но мы максимально мирный и неконфликтный клан. Мы никого ни к чему не принуждаем». Заговорил Ашина, но Наруто перебил его смешком. «Хи-хи. Да уж, я заметил. Не перебивай меня, пожалуйста. Действия Исаа я не могу оправдать, а поддержать тем более. Все, что я тебе говорю, я говорю от чистого сердца. Мне нету смысла тебя обманывать». Уверенно дополнила Ашина. Наруто серьезно задумался над его предложением. «Из этого можно извлечь определенную выгоду. Сколько еще мне бродить по миру, может пора сесть. Странно, я сейчас думаю больше не о себе, а о Мегуме. Девочке нужен контакт со сверстниками, и тут она его получит». Да и мама очень хорошо отзывалась о своем клане. «Пахер, все равно смогу уйти отсюда в любой момент». Мысленно пожал плечами Наруто, и уже хотел ответить на предложение Ашины, но тут в кабинет неожиданно ворвались. «Деда. Это был красноволосый мальчик с зелеными глазами, одетый в белую футболку и черный комбинезон. Акира, как же я рад видеть тебя, мальчик мой». Заключил его в объятия Ашина, и усадил себе на колено за столом. Следом за Акирой в дверь вошла его мама, Мяу Зумуки. Девушка привела себя в порядок, и теперь по ней не скажешь, что она долгое время была в трауре. Наруто оценил ее внешность, да так, что хотел в голос присвистнуть, но вовремя сдержался. «Мяу». Ашина аккуратно снял Акиру со своего колена, и подошел к девушке, заключая ее в объятии. «Я так переживал за тебя. Как ты? В порядке? Да, не беспокойтесь за меня, Ашина-сан. Я решила, что нужно жить дальше, хотя бы ради сыночка». С легкой улыбкой тихонько произнесла Мя. «Я очень уважаю твои решения. Молодец, ты все правильно делаешь». Тепло улыбнулся Узукаги. «Кхм, кхм!» Решил напомнить о себе Наруто. «Ой! Добрый день!» Сразу стушевалась Мя, и поприветствовала незнакомца поклоном. «Для кого как?» Холодно заявил Наруто. «Извините!» Тихонько прошептала Мя, не поднимая взгляд на Наруто. «А она хорошенькая!» Про себя заметил Наруто, и поднялся с дивана. «Так, ваши условия я услышал, теперь скажу свои. Небольшой дом, с видом на море, право свободного прохода по деревне и за ее пределами, а также большой тренировочный полигон. Ровно через месяц, я приду с ответом на предложение о присоединении к клану и деревне. Этого вполне достаточно. Пока!» Такой наглости удивился даже Ашина. «А не слишком ли жирно?» Низким тоном спросил Узукаги. «Хорошо. Могу предложить свои услуги внутри деревни. Выбирайте что-то одно». Блондин решил немного отступить. «Хм, Эмма в своем отчете говорила, что ты первоклассный фехтовальщик, и сражался сразу с Исаизму, и даже довел их. Я хочу, чтобы ты в течение этого месяца тренировал моего сына. Нашел хорошую возможность Ашина». Во время этого разговора, с тяжелыми взглядами двух мужчин, Мия и Акира не знали, куда себя деть. «Да будет так. Пусть приходят на выделенный мне полигон раз в два дня. Начнем завтра». Согласился Наруто. «А почему не каждый день?» Слегка удивился Узукаги. «Ха, ему нужен будет день, чтобы отойти от моих тренировок». С садистской ухмылкой сказал Наруто, отчего Мия громко сглотнула. Ашина был вполне солидарен с ней, и уже жалел, что отправил к Наруто своего единственного сына. «Хорошо, я согласен. Держи, вот ключ от твоего дома», — сказал Ашина, и бросил ему этот предмет. «К дому пристроен довольно большой полигон со всеми удобствами. Ближе к вечеру к тебе придет моя супруга и принесет свежее постельное белье, а также временное удостоверение, с помощью которого ты сможешь покинуть территорию Узуши и вернуться обратно». «Благодарю», — кивнул головой Наруто. «Тогда, Мия, не могла бы ты показать Наруто-сену его дом, и заодно провести небольшую экскурсию по деревне? А я пока хочу провести время с Акирой», — спросил Ашина, погладив мальца по голове. «Конечно. Идемте, Наруто-сан», — ответила Мия, и жестом попросила блондина следовать за ней. «Когда они покинули кабинет, в мгновение ока появилась наша шальная тройка. Вас что-то тревожит, Ашина-сама?» С ноткой беспокойства спросила Эмма. «Да. Наруто меня очень беспокоит. Он очень сильный. У него выходило сражаться с Исао в маске шинигами на равных, хотя мне, сильнейшему человеку в деревне это не под силу. Я или-или смог его остановить?» Тревожно начала Ашина. «Постойте. Вы использовали алую и несокрушимую цепи?» В невере спросил Юта. «Мне пришлось. Это логично. Начал объяснять Сота. Это запретная техника, придуманная нашим основателем, чтобы подавить темную силу Бога Смерти. Правда, при каждом ее использовании жизнь пользователя сокращается. Вот почему наш глава сейчас весь седой, хотя ему только 56. Для Узумаки это самый расцвет сил. Ух ты! А я и не знал этого. Ашина Сама, а почему если вам уже 56, вашему старшему ребенку только 18?» Заинтересованно спросил Юта. «Мне стыдно с вами об этом говорить. Проще говоря, до становления главой клана, я был тем еще гулякой и бабником. А так как главой может стать только женатый наследник, то я был вынужден остепениться. «Почесывай свою белую гриву», — сказала Ашина. «Ладно, вернемся к Наруто. Я уверен, что в бою с Иса он не показал и 10% своей силы. Это делает его еще более желанным активом, но в то же время слишком опасным. Сильные люди неуправляемы и непредсказуемы. Я не знаю, что у него в голове прямо сейчас. И вы хотите, чтобы мы следили за ним?» Решил уточнить Эмма. «Не только. Еще я хочу, чтобы вы не подпускали к нему Мита. Она была участницей этого обмана, и я не хочу, чтобы снова вспыхнул конфликт. Не беспокойтесь, я прослежу, чтобы принцесса Митая на шаг не приблизилась к этому полукровке». Слегка рычащим голосом прошипел Сота. «Надеюсь на вас. Можете идти», — сказала Ашина, и стал ждать, пока они уйдут. «Ну что, Акира, пойдем поедим мороженого?» «Да». С громким смехом мальчик покинул кабинет. Улицы деревни сейчас Наруто и Мия направлялись к временному жилищу блондина. Погода стояла солнечная, несмотря на скорое приближение осени. Легкий морской ветерок мягко обвивает лицо Наруто, отчего блондин удовлетворенно сморщился. Мия же чувствовала себя некомфортно с этим Мизумуке. Она только-только вышла из депрессии, а ей уже приходится иметь контакт с такой сложной и безучастной личностью. Но путь оставался еще долгим, поэтому Мия решила заговорить с Наруто. «Так это вы тот самый блондин, из-за которого в деревне такой переполох?» С располагающей улыбкой спросила Мия. «Получается, что так?» Безэмоциональным тоном ответил Наруто. «А вы со всеми так холодны, или сегодня особый случай?» Съязвила Мия, отчего сама себе удивилась. Наруто выразительно глянул на девушку, отчего та заметно напряглась. Из-за тяжелого взгляда голубых глаз у Мии затряслись поджилки. Как можно одним взглядом заставить человека содрогаться от неистового, первобытного страха? «Я не холоден только с теми, кому я доверяю. Доверие надо заслужить, с чем ваш клан справляется, мягко говоря, так себе», сказал Наруто, и убрал с Мия свой пугающий взор. Дальше разговор у них не складывался, поэтому до дома они дошли молча. Перед Наруто предстал небольшой двухэтажный домик в традиционном японском стиле. Слева от него находился довольно большой полигон, на котором было все, что нужно для тренировок элитного шина, биманекену для тренировок тадюцу и кендюцу, небольшой пруд для тренировок катона, деревья и камня для тренировок других стихий. Сзади дома открывался шикарный вид на океан. «Спасибо, что проводили меня и показали деревню. Дальше я, пожалуй, справляюсь сам», сказал Наруто и пошел в направлении входной двери. «Хорошо, удачного вам отдыха», ответила Мия и пошла домой. Наруто открыл ключом дверь и направился осматривать дом. На первом этаже была просторная гостиная, с диваном и креслами. По центру стоял небольшой чайный столик, а возле него лежали подушки. В стену был умонтирован большой камин, возле которого стояли кресла. Выглядело очень уютно. С левой стороны была кладовая ванна с туалетом, справа кухня и столовая. Мебель была красивая, в красных цветах, а сами комнаты были со всеми удобствами. Наверху были три сапальные комнаты, которые были обставлены одинаково и весьма скудно. Стояла только кровать, прикроватная тумбочка и шкаф. Наруто спустился вниз и уселся на диван. Сегодня выдался тяжелый день, поэтому он решил немного отдохнуть. «Черт возьми!» «Мегуми!» Выкрикнул Наруто и сразу же активировал мангёки шаринган, используя пространственную технику. В комнате появилась малышка. Она была вся заплаканная и продолжала рыдать. Маленькая тельца содрогалась в ужасе, отчего Наруто стало очень паршиво. Он одним рывком оказался возле девочки, заключая в свои крепкие объятия. Сенси! Там было так темно, так страшно и одиноко. Я подумала, что вы забыли про меня. Сквозь слезы проговаривала Мегуми. «Ну-ну, тише, малышка!» «Просто развернулась тяжелая битва, и я не хотел, чтобы ты пострадала. Как я могу забыть о тебе?» Сказал Наруто, поглаживая девочку по голове. Так они и сидели. Мегуми потихоньку успокаивалась, пока не заснула прямо на руках Наруто. Блондин, чтобы не будить девочку, так и остался сидеть, пока не почувствовал знакомое давление тяжелой чакры, что означало лишь одно. Это же бомба хвостатого. Курама! Наруто аккуратно положил Мегуми на диван, и исчез в Камуе. Наруто оказался в том месте, откуда почувствовал колоссальное давление чакры. Как и ожидалось, это было возле храма Шенигами. Узумаки увидел, что его хвостатый друг формирует свою самую смертоносную технику. Против него стояли шины Бессвященного Ордена, и через их маски отчетливо чувствовалось отчаяние. Узукаги и его света здесь не было, наверное, еще в пути. Наруто решил не терять времени, и не дать Кураме погубить столько невинных жизней, поэтому он телепортировался ему на голову, а в руке уже свистел. Адаму Рысингом. Блондин своей техникой впечатал хвостатого в землю, этим самым нарушив ток чакры в Биджудаму, и техника просто рассыпалась на мелкие частицы. «Курама, очнись, друг!» Кричал Наруто ему прямо в огромное ухо, но зверь никак не отзывался на его слова. Наруто посмотрел в его гигантский глаз, и увидел, что белочная оболочка красного цвета, а значит, он в бешенстве. «Эй, валите отсюда!» «Скажите, чтобы никто не приближался к острову!» Кричал он нервно стоящему Шинобе, и те, послушавшись его, убежали прочь. Отойдя немного от оглушения большим Рысингоном, Курама дико взревел, и начал махать головой, пытаясь сбросить на зуливую муху. Наруто, в свою очередь, схватил монстра за ухо, и напитав мышцы всего тела чакрой, начал валить того на землю. Курама подключил к битве свои хвосты, всячески пытаясь попасть по Наруто. Увидев, что такими методами он ничего не добьется, Наруто решил действовать более радикально. «Ладно, когда очнешься, попрошу прощения!» Сказал Наруто и спрыгнул на землю. Узумаки сосредоточил в правой руке колоссальное количество своего запаса чакры, и нанес удар прямо в морду своему другу. Курама, с огромным грохотом, свалился на землю. Блондин не хотел давать Лису передышки, поэтому наскочил на него и нанес еще несколько ударов. «Да проснись же ты, мать твою!» Повторял Узумаки все это время, пока колотил бедного Лиса. В конце концов, сознание начало возвращаться к Кураме. «Наруто!» Хрипло спросил Лис. «Наконец-то ты очнулся, дружище!» Радостно сказал Наруто. Он не успел слезть с Биджу, поэтому всем телом упал на морду Курамы, поливая его шерсть слезами радость от воссоединения с другом. Кьюби жена это просто улыбнулся. Он никогда не скажет этого слух, но он надеялся на такой прием. «Я рад, что с тобой все в порядке, Наруто!» Теплым тоном прошептал Лис. Но эти Узумаки те еще сволочи, оказывается. «Блин, ни черта не помню с того момента, как прибыл на острова. Я в курсе. Есть тут один такой тип, с замашками Данза. Но Узукаги, кажется, нормальный мужик!» Сказал Наруто, успокаиваясь от наступивших эмоций. «Покажи мне его, и я его сожру!» Свирепо прорычал Курама. «Не нужно!» Его и так жизнь наказала, что родной брат отвернулся от него. Узукаги поручил мне решить его судьбу!» Сказал Наруто, удобно устраиваясь на гигантской переносице лиса. Сам Курама был не против такой наглости, поэтому положил голову на скрещенные лапы. «Ты хочешь остаться тут?» Задал резонный вопрос Кьюби. «Эх!» Для лиса, который знает Наруто, буквально, с пеленок, такой тяжелый вздох был красноречивее любых слов. Мы условились на том, что я поживу здесь месяц, а после решу, буду ли я присоединяться к клану, или же нет. Видите ли, я им очень нужен, потому что я очень сильный шиноби. Хотя, я их прекрасно понимаю. Если я не вмешаюсь в текущий таймлайн, клан Узумаки будет идти к своей гибели. Это не совсем так. Со вздохом сказал Курама. «Что ты имеешь в виду?» Очень заинтересованно спросил Наруто. История была не совсем такой, какой ты ее сложил с записи архива Фанбу, Хакаги и Корни. «Сейчас я расскажу тебе настоящую историю падения клана Узумаки. Я не совсем помню, что было до того, как меня подчинил Мадара своим блядским шаринганом, но многое узнал из памяти Мита, когда она стала джинчирики. Клан Узумаки был просто огромным и долго живущим кланом. В то время их численность на островах, как мирных, так и шиноби, составляла больше полумиллиона человек. К сравнению, все население Канохи, и клановых, и бесклановых, составляло менее 120 тысяч. А это один клан. Связано это было с тем, что чистокровные члены жили более 140 лет, а их плодавитость сохранялась вплоть до 90. Подожди, подожди. От настигнувшего шока, Наруто аж поднялся с места. То есть, ты хочешь сказать, что среднестатистическая пара чистокровных Узумаки, которым приблизительно по 90 лет, может зачать, вырастить и воспитать нормального здорового ребенка? Угу. Утвердительно кивнул Лис. Если брать в учет среднестатистическую продолжительность жизни нормального шиноби в наше время, а это около 50, то твоя мама, в потенциале, могла пережить твоего отца на 8090 лет. Правда, у нее бы это все равно не получилось бы. Почему? Спросил Наруто. Из-за меня. Честно, сказал Курама. Твоя мать была джинчурики с 8 лет, и моя ядовитая чакра все это время отравляла ее. Потолок 6070 лет. Жесть. Ответил Наруто. А сколько тогда жила Мита? Она дожила до 84. Это из-за метки Бьякова, она может немного нивелировать ядовитый эффект моей чакры. А как же я? Сколько я мог бы прожить, если бы и дальше был джинчурики? Так как ты полукровка, то до феноменальных показателей чистокровных тебе очень далеко. А учитывая, что ты являешься реинкарнацией ашуры, что нивелирует ядовитость моей чакры, то до сотни лет может и продержался бы. Если бы следил за собой, конечно, прикол, хи-хи-хи. Немного усмехнулся Наруто, растрепав свои волосы на макушке. Ладно, продолжай свой рассказ. Ну так вот. Долголетие и более продвинутое знание печати это все, чем мог похвастаться твой клан. Шины беззаурядными способностями не рождались в клане Узумаки десятилетиями, что привело клан в упадок. Какое бы количество ни было, если качество посредственное, то тебя задавят в любом конфликте. Потому-то Узумаки не воспринимались всерьез. И тут в игру вступает Хаширама Синджу, под чутким руководством своего братца. Они тупо воспользовались слабостью Узумаки, и навязали свои требования первое к ровным союз, под видом бракосочетания Хаширама и Мита, второе предоставление Канохи сосудов для меня, и третье беспрекословное подчинение воле Хакаги. Фактически, Узумаки и Узуши стали вассалом сначала Синджу, а потом и Канохи, сохраняя мнимое сотрудничество. Во времена Первой мировой войны, Табирама всячески пользовался численностью Узумаки, кидая большое число в самые горячие точки. За счет этого, Каноха и выиграла эту войну, но конечно же в учебниках по истории об этом не напишут. Клан Узумаки понес многочисленные потери, что не понравилось даже самым ярым поклонникам Канохи. Когда Хакаги стал Хирузен, Узуши решила дистанцироваться от Канохи. И тут началось самое интересное. Узумаки совершили невиданный прорыв в области Фуиндюцу, даже по их меркам. Заключалось все в создании печати прямо в воздухе. Отголоски новой системы печати ты мог видеть на примере своего отца, который мог ставить метки Хирайшина, когда угодно и где угодно. Но это лишь подражание. Узумаки творили вещи, куда интереснее. И с ней сражаться с ними стало просто невозможно. Поглощающие барьеры прямо в воздухе, которые могут поглотить любую стихийную технику. Расплюнуть. Прямо посреди ближнего боя парализовать противника, что тот даже не заметит, откуда прилетело. Изи. Поставить защитный барьер задницей. Тё, легко. Просто в один момент клан Узумаки, в одиночку, стал грозной силой на мировой арене. Тут в игру вступает политика. Узумаки начали искать пути, чтобы выбраться из ярмок Анохи. Последним контактом вечных союзников состоялся, когда Кушину привели в Каноху для становления дженчурики. Узумаки понимали, что без поддержки одной из скрытых деревень им не обойтись. Союзник нашёлся моментально и в Агакури, на которых точила зуб Суна. А к тому времени уже очень сильно окрепли отношения Суны и Канохи, поэтому Лиск был готов вступиться за песчаников. Ива и Узуши пошли на тайную сделку. Если начнётся война между Суной, Кунахой и Ивой, то Узуши вступится за камень, нанеся тыловой удар по Канохе. Но Узумаки просчитались. Их возросшее влияние и сила очень беспокоили их соседи по морю, Кума и Кири. Да и Херузин был не дурак, он прекрасно видел движение в Узуши. Вот только он не решался действовать, пока жива была Мита. Как там ни крути, но если бы Мита узнал о предательстве со стороны Канохи, то я бы ещё тогда появился в деревне со всей своей яростью. Руки Херузина были развязаны, когда я был перезапечатан в Кушину. Но политика не заканчивается. Если бы Суна узнал о таком открытом предательстве, уже бы они подозрительно поглядывали на лист. И тут на арену выходит Дэнзе со своим корнем. Он берёт клан Узумаки на себя. Хакаги чист, репутация деревни чиста, идеальна. Сначала Дэнзе устранил Мита, сделав вид, что она загадочно умерла во сне, потом пошёл на сговор с Кумой и Кири, и началось ничем не спровоцированное вторжение в Узуши. Кто сумел сбежать, те и остались живы. Это был геноцид. Эта сука, которую иногда называли Дэнзе, перед убийствами приказывал своим шавкам показывать Узумаки протекторы листа, чтобы те умирали с чувством, что их предали. А Канаха, чтобы правда никогда не вылезла наружу, начисто стёрли Узуши с историей. Так и закончилась история великого и сильного клана, преданного и использованного. Закончил свой рассказ Курама. И откуда ты всё это знаешь? Поражённо спросил Наруто, удивляясь мудрости своего друга. Узнал от других хвостатых, что были невольными участниками этих кровавых событий. Кабинет Узукаги Ашина сильно переживал насчёт Лиса. Он не верил всем этим байкам о страшных демонах, которые разрушают всё на своём пути. И причиной тому был Узумаки Наруто, человек, что заставлял одновременно восхищаться и бояться. Если Наруто уверенно называл Каюби своим другом, и так отчаянно бился за него, то какой же это демон? Ему доложили, что Наруто взял успокоение Лиса на себя, а значит незачем переживать. Да, Ашина, стареешь ты не по годам. Только первый день знаешь этого человека, а уже так ему доверяешь. Но почему такое чувство, что всё будет хорошо? Спросил сам себя Узукаги, откидываясь на своё мягкое кресло. И как же он ошибался? Дверь кабинета слетает с петель и вылетает через окно, чем пугает мимо проходящих граждан. В кабинет влетает злая, как черт, Узума Киясу. Её красное от злости лицо не могло скрыть засохшие дорожки слёз на щеках. Объяснись, Ашина. По какому праву ты заключил моего мужа в тюрьму? Выкрикнула Ясу, упираясь руками в стол, который под тяжестью праведного гнева женщины разошёлся и трещинами. Потому что он преступник. Как ни в чём не бывало, ответил Узукаги. На каком основании? Всё не успокаивалась женщина. Его действия несли опасность для деревни и всего клана. Ответил Ашина, сложив руки на груди. О чём ты говоришь? Не было ещё в истории нашего клана более ярого патриота, чем Усао. И за это ты его посадил в тюрьму. С шокированным выражением лица протестовал Ясу. Он хотел обманом починить себе невинного человека, прибегнув к шантажу и манипуляции. Клан Узумаки это не приемлет. Твёрдый тон Ашины напрочь убрал желание с ним спорить. Какова его дальнейшая судьба? Уже смиренно спросила Ясу. Это зависит от одного блондина. Но я сделаю всё возможное, чтобы его жизни ничего не угрожало. Успокаивающим тоном ответил Ашина. Спасибо тебе. Я всегда знала, что на тебя можно положиться. До Музукаги в комнате Мита, на её кровати, расположилась Кацуми, а в её объятиях рыдала дочь. Женщина успокаивающе гладила Мита по спине, но та и не думала успокаиваться. Кацуми всё прекрасно знала и про планы Сао, и про участие в нём Мита, а главные причины, почему она это сделала. Чувства дочери не были для неё загадкой. Любящее сердце всегда страдает больше всего. К этому ещё и прибавилось разочарование отца, чего она никогда не хотела допустить. Кацуми не смела останавливать слёзы дочери. Пусть поплачёт, и со слезами выйдут все переживания и невзгоды. Гл. Продолжение следует.